Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире игровые новости! Зимой Valve пообещала выкатить новую порцию контента для Team Fortress 2, и свое слово компания сдержала. Правда, все нововведения — это заслуга не разработчиков игры, а фанатов сообщества TF2. Впрочем, неудивительно. Что же игроков ждет в летнем обновлении? 14 свежих карт, 25 предметов косметики, 6 насмешек в магазине Manco, 20 необычных эффектов, летний кейс с боевой краской, включающий 10 боевых пигментов. Игровой режим с Акстаном Хейлом официально канонизировали, а кроме того, на Team Fortress 2 накатили пачку улучшений и правок. Апдейт вновь разжег интерес пользователей. Если в декабре в игру одновременно могло заглянуть 168 тысяч человек, то теперь пиковый онлайн составляет аж 247 с половиной тысяч. Это абсолютный рекорд для Team Fortress 2. И это спустя 15 лет после выхода. Воистину TF-ка бессмертна. Издательство Limited Run Games, которое занимается в основном ретро-играми, на недавнем шоу анонсировало переиздание одного из самых первых сурвайвл-хорроров – Clock Tower 1995 года. Проект впервые официально выйдет за пределами Японии. Русского языка не завезут, но и официальный английский для Clock Tower – это уже здорово. В игре появятся сохранения и некоторые другие современные удобства. А кроме того, специально для переиздания была записана песня с вокалом Мэри МакГлин, которую вы наверняка слышали в композициях игр серии Silent Hill. Часовая башня станет доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch в начале следующего года. И еще одну, уже не такую древнюю, и все же кое-кто назовет эту игру ретро, намеревается перевыпустить Firefly Studios. Разработчики серии Stronghold анонсировали ремастер самой первой части. Вновь мы окажемся в раздробленной, измученной войной Англии эпохи средних веков. Снова мы будем воевать против крысы, кабана, змеи и волка, но в облагороженном виде, с улучшенными текстурами, анимацией и освещением. А помимо старых военной и экономической кампаний, нас ждет также и новая, состоящая из 14 заданий. В ней мы займемся поисками похищенной племянницы Сэра Лонгарма. Вдобавок, авторы приготовили историческую серию «Тропа замков» из 10 отдельных сценариев с осадами и знаменитыми крепостями прошлого. Помимо прочего, в Stronghold переработали саундтрек, чем лично занимался создатель оригинала. Добавили официальный мультиплеер и поддержку мастерской Steam. Stronghold Definitive Edition выйдет 7 ноября в магазинчике Valve. До конца 2023-го список и без того немалого количества выживачей пополнит ролевой экшен Enshrouded. Вооружившись крепкой дубиной, луком и заклинаниями, мы отправимся сражаться с волшебной фауной и чудовищами мира Эмбер Вейл. Здесь же мы будем и добывать ресурсы, и крафтить, и строить дома, короче, типичный выживач. Но главной его отличительной чертой является воксельный мир, который можно прокопать в любом направлении, что делает Enshrouded похожий на Майнкрафт. Это отмечают и журналисты, которым довелось пощупать игру. Также они сообщают, что выживание здесь будет щадящим. Никто не умрет от жажды или голода, хотя они все же будут влиять на физические показатели персонажа. Героя можно будет прокачивать через древо умений. Нижняя область рукотворного мира, простирающегося на 25 квадратных километров, застилает зловещий туман, где обитают особо злостные враги. Их можно будет зачищать, получать редкие предметы, но со временем туман будет возвращаться назад. В Enshrouded у игроков будет куда больше свободы для творчества, чем в других подобных проектах. Можно будет быстро размещать типовые элементы, а можно заморочиться, разбивать их на более мелкие и собирать что-нибудь поинтереснее. Хоть замок в виде черепа себе отгрохай, из-за сохранности его можно не переживать, монстры на поселение нападать не станут. Enshrouded выйдет в раннем доступе Steam когда-то в этом году. Среди бонусов за предзаказ делюкс-издания Baldur's Gate 3, Larian Studios обещала открыть доступ к первому сюжетному акту за 72 часа до официального релиза. Все уже было приготовились залететь в игру 31 июля, как вдруг разработчики объявили, что передумали. По крайней мере в случае с ПК-версией. Для игроков с PS5 всё остаётся в силе. Но и выйдет PS5-версия только 6 сентября. Учитывая, что на персональных компьютерах игра стартует на месяц раньше задуманного, жаловаться тут вообще грех. Компания Nacon провела презентацию новой Test Drive Unlimited с подзаголовком Solar Crown. Показали квартиру для прогулок от первого лица, хаб для встречи с друзьями, ну и конечно открытый мир. Разрабы устроили дружеский заезд, во время которого вскрылись некоторые интересные детали. Путь, проложенный до конечной точки, отмечается треком на асфальте и меняет цвет, подсказывая, как лучше входить в повороты. Чистое вождение и дрифт дают дополнительные деньги. Разрабы показали, что на машинах остаются незначительные вмятины и множество царапин и застолкновений. Но вот когда один из приглашенных гостей на презентации влетел в ограждение на 300 км в час, тачка не получила ни царапины. В общем, показали и рассказали много всего. Подробнее можете ознакомиться по ссылке. А вот о чём Nacon не сказала ни слова, так это о забастовке авторов Solar Crown. Сотрудники студии KELOTON отказываются выполнять обязанности, пока руководство не пересмотрит политику удаленной работы, не повысит зарплату, не перестанет тиранить подопечных и так далее. Градус недовольства повысила также и новость о том, что у директоров студии была возможность поговорить на тему улучшения условий труда с боссами из Nacon. Но они ею не воспользовались, а подопечным заявили, что переговоры с Nacon — это миф. Повлияет ли забастовка на разработку и будет ли руководство что-то со всем этим делать? Может, в том числе и поэтому Test Drive Unlimited Solar Crown и перенесли на начало 2024 года? Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Закрытая бета пройдет с 24 по 27 июля. Ну а теперь быстро пробежимся по еще нескольким новостям. Создатели Life is Strange и Vampyr назвали дату своей новой игры — ролевого приключения про охотников на призраков в Banishers Ghosts of New Eden. Игра появится на ПК, PS5 и Xbox Series 7 ноября. Федеральная торговая комиссия США подала апелляцию по делу слияния Microsoft и Activision Blizzard. Несмотря на недавнее поражение в суде, сдаваться она не намерена. Майки же активно готовятся к завершению сделки. Слух о дате EA Sports FC 24 подтвердился. Electronic Arts заявила, что футбольный симулятор выйдет 29 сентября на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Игроков ждут более 19 тысяч футболистов, 700 команд, 30 лиг, режим клубы, Volta Football, Ultimate Team и кроссплей для платформ одного поколения. А в Epic Games Store сейчас бесплатно раздают смесь головоломки и симулятора менеджмента со строительством железной дороги Train Valley 2. Халява продлится до 20 июля в 18.00 по московскому времени. А на сегодня это все? Да, косарей на этой неделе не будет. Жду от вас мощных блогов к следующей пятнице. Содержательных, интересных, красиво оформленных и написанных эксклюзивно для StopGame.ru. Ну а пока смотрите свежий выпуск грандиозной истории серии The Elder Scrolls от Ивана Лоева. Приятного ознакомления и хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok